здравствуйте уважаемые друзья вы на первом городском это проект интервью дня меня зовут ван дучак днем 4 января на линии 102 поступил вызов о том что на улице с отружеством сахсанском районе местные жители обнаружили трупы собак без кожи подвешенная на дереве вот такой вот в пьющий случай произошел на этих днях мы сегодня будем общаться и на эту тему не только с юристом наталья макаренко здравствуйте добрый вечер вам ну как бы вы в принципе прокомментировали то что произошло ну во первых наверное стоит сказать нашим телезрителям об ответственности да которая грозит лицам которые совершили данное противоправное деяние то есть ответственность за жестокое обращение животными она предусмотрена кодексом украины об административных правонарушениях то есть это административная ответственность и уголовная ответственность которая предусмотрена уголовным кодексом украины разница между этими двумя видами ответственности состоит в общественной опасности такого деяния и общественной опасности последствий такого деяния так если мы говорим об административной ответственности, то статья 89 Кодекса об административных правонарушениях, она предусматривает ответственность за жестокое обращение с животными в виде штрафа. Этот размер штрафа составляет от 153 до 357 гривен. То есть, как вы понимаете, этот штраф совершенно не соразмерен тому моральному ущербу, который приносит обществу такое деяние. Что касается уголовной ответственности, то это статья 299 Уголовного Кодекса, которая также предусматривает ответственность за жестокое обращение с животными. Но тут уже ответственность градируется в зависимости опять же от общественной опасности. То есть, по части 1 уголовная ответственность наступает в случае, если данное противоправное деяние, оно выразилось в противоправных действиях по отношению к животному, в частности, с каких-то корыстных мотивов, и ответственность в виде штрафа до 40 тысяч гривен или же арестом до 6 месяцев. То есть, или штраф, или же арест. В том случае, если данные противоправные деяния, они были совершены в присутствии малолетнего ребенка, то тогда ответственность наступает в виде штрафа до 160 тысяч гривен или же ограничение свободы сроком до 2 лет. То есть, я правильно понимаю, ответственность наступает и разная ответственность наступает, если, например, ты вот так вот жестоко обращаешься со своей собакой, с чужой собакой, и когда это еще люди видят, да? Абсолютно верно. Ответственность наступает вне зависимости от того, в отношении какого животного эти противоправные действия были произведены. То есть, вне зависимости от того, в отношении своей собаки, то есть своей собственности, либо же это просто Это было бездомное животное, не обязательно собака, кстати. То есть в данном случае речь идёт о хребетных животных. Что касается, я бы хотела подчеркнуть, что касается вообще такой категории правонарушений, то есть они являются немногочисленными в юридической практике. То есть я как практикующий адвокат, юрист могу сказать, что категория данных дел, она очень немногочисленна. То есть этому, наверное, способствует состояние нашего общества в плане того, что очень много правонарушений совершается в отношении людей, их имущества. И, грубо говоря, на фоне этого всего просто не доходят руки до животных. А в особенности, если речь идёт уже о бездомных животных. Ну это во-первых. Во-вторых, говоря о конкретном случае, о котором вы сказали в начале нашей передачи, то тут также необходимо учитывать, что в том случае, если лица, которые совершили данное противоправное деяние, они не будут найдены, установлены в следствии. Вот, об этом тоже хотел спросить. Да. То в таком случае просто некого будет привлечь к уголовной ответственности. То есть согласно Уголовно-процессуального кодекса Украины, в течение 24 часов, с того момента, когда органам досудебного расследования, там, следователю-прокурору стало известно, в совершении какого-либо противоправного деяния, то есть они должны внести соответствующие сведения в единый реестр досудебных расследований. То есть, попросту говоря, возбудить уголовное дело, уголовное производство, и начать досудебное расследование и установить лиц виновных. В том случае, если в момент совершения такого противоправного деяния не было свидетелей, очевидцев, то установить такое лицо, как вы понимаете, будет практически невозможно, если не зафиксировали камеры видеонаблюдения, которые, возможно, были где-то поблизости расположены. Но если не будет установлено лицо, то, соответственно, некого будет привлечь к уголовной ответственности. И неустановление лица в виновном в совершении данного правонарушения является основанием для того, чтобы впоследствии закрыть данное уголовное производство. Хорошо. Если вот все-таки, я надеюсь, что правоохранительные органы хорошо поработают и все-таки найдут этих людей, насколько сложным процесс будет, как думаете? Мне сложно сказать, но, опять же, ни одно из доказательств не имеет для суда наперед установленной силы. То есть после того, когда материалы дела будут собраны, и если будет установлено виновное лицо, материалы дела будут переданы в суд. И судья уже на основании совокупности доказательств. То есть, чтобы было понятно нашим телезрителям, я объясню, что даже если будет установлено лицо, которое якобы совершило это правонарушение, потому что пока нет приговора суда, мы не можем говорить о том, что лицо виновное, либо же нет. Даже если это лицо будет теоретически установлено, и даже если это лицо, возможно, будет признавать вину, если не будет других доказательств по делу, это еще не означает о том, что данное лицо будет признано виновным. То есть у нас, согласно процессуального законодательства, все решения суд принимает не только на основании закона, но и по своему внутреннему усмотрению. А есть отличия в ответственности, если, например, это совершил человек совершеннолетний, и нет? Потому что мы же не знаем, кто это. Ну, у нас есть возраст, с которого наступает, например, с которым может наступить уголовная ответственность, то есть это лицо, достигшее 14-летнего возраста. То есть если это совершил лицо, которое не достигло 14-летнего возраста, оно просто-напросто не подлежит уголовной ответственности. Кроме этого, если вы говорите о том, что является ли возраст отягчающим, либо же смягчающим устраительством, то на усмотрение судей таких требований в уголовном законодательстве по сути не предусмотрено. То есть, ну, моё мнение всё-таки, я, кстати, хочу ещё обратить внимание на то, что всё-таки статья 299 Уголовного кодекса, которая предусматривает ответственность за жестокое обращение с животными, вот она не зря помещена в раздел 12 Уголовного кодекса, который называется «Преступление против общественности и морали». То есть, в первую очередь, это преступление против морали, которое против моральных устоев нашего общества. Потому что, ну, то есть, я не говорю о наличии нормативных законодательных актов, которые обязывают нас обращаться должным образом с животными, потому что мы понимаем, что обычные граждане не знают этих нормативных документов и не знают, как им следовать, скажем так. Но должны быть какие-то моральные устои в обществе, которые бы не позволяли людям таким образом поступать вот с животными. Ну, у нас выйдет обязательно по этому поводу сюжет. И вот здесь такой вот вопрос, насколько, не знаю, нужно или не нужно вообще освещать именно это дело в плане того, чтобы показывать, что произошло. То есть, реальные кадры этих невинных собак, которые, говорю так, как есть, подвешены на дерево. Вы как считаете, Ферест? Ну, я считаю, что, естественно, в любом случае необходимо проводить просветительскую деятельность в нашем обществе. То есть, говорить, грубо говоря, о том, что плохо, о том, что хорошо. И говорить это нужно, начиная с детского садика и начиная с первых классов школы. То есть, проводить какие-то мероприятия в плане, водить, возможно, деток там в приюты для бездомных животных, показывать, в каких условиях они содержатся, обращать на это внимание, рассказывать о том, что они являются также членами нашего общества. И то, что они не являются людьми, это не лишает их прав на нормальное существование. То есть, это всё необходимо доносить до детей. Второй вопрос, каким образом показывать, что является плохо. То есть, в том числе, вот и такие кадры жестокости, о которых вы только что сказали. На мой взгляд, наверное, это нужно освещать, то есть, говоря, естественно, о том, что это плохо и делать так нельзя. Но если, например, эти кадры содержат какие-то сцены жестокости, то, наверное, нужно перед тем, как их показывать, да, то есть, как-то предупреждать, что если, например, возле телеэкранов находятся дети малолетние с несформировавшейся психикой, что необходимо или же об этом их предупредить, то есть, или же убрать от экранов телевидения. Понимаю. Но вот насколько европейские страны, скажем так, упикуются этими проблемами, насколько на законодательном уровне там всё более понятно и всё более, скажем так, работает, и все понимают, что наступает жестокость. Где у нас вот этот вот пробел? Где ещё в моральной части какой-то? Либо же мы просто не знаем, что так делать нельзя, не просто нельзя, а просто за это ещё ответственность может наступать? Ну, я думаю, что пробел у нас и в моральной части, и в правовой, потому что моральная и правовая части, они между собой взаимосвязаны. Нормы морали — это нормы социальные, которые в дальнейшем находят своё закрепление в нормах права. И, например, правовые нормы, они возникают на основании потребностей моральных, то есть на основании норм морали, и правовые нормы, они могут и отменяться на основании норм морали. То есть, примером этого можно привести, например, отмена смертной казни. То есть, отмена смертной казни на Украине в своё время, она была связана с тем, что смертную казнь просто не воспринимала мораль. Поэтому эти два института, то есть мораль и право, они между собой однозначно взаимосвязаны. Мне сложно сказать, почему в европейских странах проблемы защиты от жестокого обращения с животными, эта проблема более развита. Но, к примеру, те международные конвенции, которые существуют, европейские конвенции, они датированы 1986-1987 годом. То есть, это Европейская конвенция о защите домашних животных 1987 года, это Европейская конвенция о защите хребетных животных 1986 года. И на минуточку Украина присоединилась к ним, то есть ратифицировала только в 2013 году. То есть, вдуматься, когда Украина стала независимой, и в каком году? Мы вступили в это сообщество. Да, и только в 2013 году Украина ратифицировала эти европейские конвенции. И вот, к примеру, чтобы нашим телезрителям было понятно, я хочу сказать, что кроме таких банальных норм, которые у нас тоже закреплены в законодательстве, в частности, в законе украиня о защите животных от жестокого обращения, таких норм, как что человек не должен наносить вред животному, существуют в Европейской конвенции такие нормы, которые, в частности, закрепляют проведение купирования ушей, купирования хвостов у животных, вырезания когтей, что, в принципе, ну, наверное, для определенных некоторых заводчиков является дикостью. И мы с вами привыкли, наверное, на улицах города видеть домашних питомцев с купированными ушами и хвостами. Так вот, в Европе это запрещено давно. То есть, это, наверное, ответ на ваш вопрос, что, собственно, у нас не так. Понимаю. Вот если бы наступил прецедент, чтобы человека, который действительно так жестоко обращался с животными, и наказали уголовной ответственностью, не только, скажем так, штрафом, а лишением свободы. Насколько бы это помогло, как бы, для того, чтобы люди много начали понимать, что происходит, и что так делать нельзя, как мы так простым языком говорим? Ну, я думаю, что прецедент – это необходимо для того, чтобы открыть какое-то, поставить начало практике правоприменения, наказания за данные правонарушения. Я думаю, что это бы, возможно, положило начало, я не хочу сказать громкие слова, излечения нашего общества. Да, но в любом случае, любое правонарушение, оно должно быть наказано. Поэтому это однозначно бы оказало положительный эффект в нашем обществе. Второй вопрос, что на самом деле, ну, сложно спрогнозировать, когда такое будет. И еще один аспект – это все-таки я считаю, что те санкции, которые предусмотрены в действующем законодательстве, они малы. Малы. А кто вот это вот устанавливает? Я вообще не юрист, я не понимаю. Вот мы говорим, там, сумма, определенная сумма денег. Как она высчитывается? Как это можно посчитать? Это устанавливает наш законодатель. То есть, единственный законодательный орган в Украине – это Верховная Рада Украины. Поэтому только по воле законодателя, то есть в том случае, если Верховная Рада Украины примет соответствующие изменения в Кодекс Украины об административных правонарушениях и в Уголовный Кондекс, санкции могут быть повышены. Кроме того, вот те суммы, что я называла, это я уже сделала пересчет, ну, так, чтобы было понятно нашим телезрителям. То есть, там, минимумы вот эти вот? Да. В Кодексе Украины об административных правонарушениях заложено такое понятие, как необлагаемый минимум доходов граждан. Он составляет 17 гривен. То есть, там, идет от 9 до 21 необлагаемого минимума дохода граждан. То есть, мы умножаем 9 на 17, соответственно, то есть 17 гривен. Когда мы говорим об ответственности по Уголовному Кодексу, то необлагаемый минимум доходов граждан, слава богу, считается не от 17 гривен, а считается от 50% прожиточного минимума для трудоспособного гражданина на 1 января текущего года. То есть, учитывая, что прожиточный минимум у нас с января этого года составляет 1600 гривен, то есть, делим на 2, получаем 800. И вот 800 – это цифра, от которой мы будем плясать, понимая или определяя для себя санкцию соответствующей уголовной ответственности. Я бы хотела еще добавить, вот мы с вами говорили касаемо зарубежных стран, подчеркнуть, что, к примеру, в США, в отдельных штатах, есть такая практика, когда в подразделениях полиции создаются отдельные отделы, которые занимаются именно расследованием правонарушений, которые касаются именно жестокого обращения с животными. То есть, в задачу таких полицейских входит то, что они контролируют, каким образом жители относятся к своим домашним питомцам, обеспечены ли они там едой, питьем, то есть, какие у них условия проживания. В том случае, если граждане неодвижащим образом относятся к своим животным, с ними проводится разъяснительная работа, если это не помогает, они привлекаются к административной ответственности, ну и в дальнейшем, естественно, если есть состав правонарушений, к уголовной ответственности. И расследуют данные правонарушения тоже только эти правоохранители. Отдельный орган. На этом мы так в завершении чем-то позитивным, наверное, в будущее, в такое светлое только что посмотрели. Спасибо огромное. Спасибо вам. У меня все. Друзья Наталья Макаренко, юрист, у нас сегодня была в гостях. Мы сегодня такую достаточно сложную тему обсуждали. Это проект был интервью дня. Меня зовут Иван Дучак. Увидимся. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин